Об интересных фактах архивного отдела Ленинского района нам рассказал его начальник Ольга Поляруш. Вначале немного истории о том, что выбранная дата, 10 марта, связана с событием 1720 года. Петром I был подписан первый в России акт, генеральный регламент или устав, которым он ввел во всех государственных органах власти архивы и должность архивариус. А после революции как развивалось архивное дело? У меня есть копия совершенно замечательного документа. Это декрет о реорганизации и централизации архивного дела, изданный 1 июня 1918 года, который как раз заложил основы развития архивного дела уже в более-менее современной России. И на этих базовых понятиях мы до сих пор и живем. А начало развития архивного дела на территории Ленинского района было положено в середине 30-х годов прошлого столетия. Существует наш архив с 65-го года. Поскольку история прервалась, там были разные административно-территориальные изменения. Ну вот с 65-го года существует сперва видновский городской государственный архив. Сейчас это архивный отдел администрации. Как мы выяснили, наиболее древняя часть фонда — это метрические книги. Наиболее ранние метрические книги — это 1840 год. Они, конечно, разной степени сохранности. Архив — это интересно. Ведь именно здесь хранятся первоисточники, документы, из которых во многом и состоит история. Не учебники, а именно живые картины прошлого. Страны, области, города или семьи. За считанные минуты архивариус найдет необходимый документ. В последние годы оживился интерес к истории своей семьи, своего рода. И есть у нас исследователи, которые на протяжении ни одного года ищут свои корни, делают запросы. И в ряде случаев мы что-то находим. Иногда рекомендуем куда-то обратиться в другие места, если у нас нет документов. Ежегодно архивом исполняется несколько тысяч запросов различной тематики, поступающих от организации и граждан. У нас был забавный случай. Пришла женщина, она как-то так смущалась, стеснялась. И вот у нее возник такой вопрос. Она рассказала, что где-то в 70-е годы была опубликована, а не заметочка небольшая в газете. Причем она не помнила ни год, ни название. Помнила только, что заметочка заканчивалась словами «Счастливого пути Тамара». Вы будете смеяться, но мы ее нашли, эту заметку. Дни открытых дверей в архиве проходят ежегодно. И окунуться в мир истории района может любой желающий. Ольга Васильевна, для чего нужен этот аппарат в архиве? Мы оснащены всем необходимым. И если возникает необходимость документы переплести, то есть ветхая обложка стала, либо просто перетерлись от длительного использования нитки, то есть мы можем это сделать. Сколь уж у нас сегодня день открытой двери, и мы все свои секреты показываем. Вот примерно это вот так выглядит. Свыше ста фондов различных организаций, более 45 тысяч дел за период с 1855 года по настоящее время. Богатство районного архива. Наталья Буслаева, Владимир Бижонов, Видное ТВ.